Сегодня в России отмечают День подразделений специального назначения. В Кирове бойцы и ветераны спецназа встретились у памятника погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах. Что скрывает маска бойца спецназа? Пот, кровь, боль, постоянное преодоление себя. Что стоит за эффектными кадрами молниеносных операций? Тысячи часов, полевых выходов, стрельб, прыжков, погружений в воду, восхождений в горы. В армейском спецназе нет случайных людей. Мобильность, дерзкость, внезапность, согласованность действий – отличительная особенность этих подразделений. Спецназ – это не просто такие крепкие парни. Это люди думающие, это люди грамотные. Потому что сегодня вести борьбу с противником в глубоком тупе – это очень сложно. Это надо быть таким очень хорошо подготовленным профессионалом. Вот этим всем качеством спецназ военный, наш армейский спецназ, он обладает. По его прообразу, в общем-то, созданы специальные подразделения всех силовых структур. Сейчас это военизированное формирование ФСБ, МВД, службы судебных приставов, наркоконтроля, управления исполнения наказаний. В день профессионального праздника лучшим из лучших вручили ценные подарки от губернатора Кировской области и медали общественной организации «Боевое братство». Дата 24 октября выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1950 году, военный министр СССР, маршал Советского Союза Василевский, подписал директиву о создании подразделений специального назначения. И сегодня бойцы спецназа участвуют в контртеррористических операциях, операциях по ликвидации преступных групп, освобождению заложников и задержанию особо опасных и вооруженных преступников. Валентина Палкина, Руслан Быкасов, Вести, Киров.